Всем привет, это Крым Реалии, меня зовут Сергей Макрушин, и сегодня мы поговорим о морской арене сражений в войне России против Украины. Поговорим о том, что происходит сейчас в Черном и Азовском морях, с каким соотношением сил на морях началась эта война, и какова расстановка сил сейчас. С нами на связи украинский военный эксперт Олег Жданов. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, ситуация на Черном море сегодня сложная, а Азовское море российские политики уже успели объявить своим внутренним морем. Давайте от дня сегодняшнего вернемся к отметке 24 февраля 2022 года, чтобы понимать, что же сегодня происходит. Насколько вот к этому моменту, началу полномасштабного российского вторжения, был усилен Черноморский флот России, ее морские силы на Азовском море, и что могла Украина этому противопоставить? Ну, к сожалению, было усиление в виде того, что они перегнали большие десантные корабли с Балтийского флота, и два корабля пришло с Северного флота. Они пришли, влились в состав Черноморского, это предполагалась высадка десанта. Мы насчитывали тогда до 10 БДК в составе Черноморской эскадры. Также пришло несколько корветов с Каспийской флотилии, которые были носителями ракет «Калибр». Один, кстати, уже вернулся в небоеготовом состоянии, а обратно ушел на Каспий. Так что эскадра была действительно усилена, и, по-моему, если не изменять память, еще эсминец пришел. Один с Балтийского или Северного флота, точно не помню. Таким образом, эскадра была усилена, и суммарный залп ракет составлял 74 ракеты «Калибр». Могла эскадра одновременно сделать такой залп. Других усилений или там больших усилений, к счастью, не было. Группа кораблей, которые были в Средиземном море на территории Сирии, у берегов Сирии базировались, они не смогли усилить Черноморский флот ввиду того, что Турция закрыла проход Босфоры-Дарданеллы, закрыла для военных кораблей Российской Федерации. И по сегодняшний день эти корабли находятся в Средиземном море, российские, и не могут попасть в черное. И еще есть такой нюанс, допустим, там их флагман Петр Великий, крейсер, он не смог присоединиться к Черноморской эскадре, и подводные лодки Северного флота тоже не смогли присоединиться к эскадре. Почему? Потому что Черное море является безъядерной зоной, и в Черное море запрещен вход кораблям даже с атомной энергетической установкой. Не то, что носители, а именно вот, поэтому атомных подводных лодок нет, и вот таких кораблей типа Петр Великий тоже нет. Кстати, он единственный атомоход вообще в составе военно-морских сил Российской Федерации. Азовское море, давайте об этом поговорим. С какой расстановкой сил подошли Россия и Украина к 24 февраля? И здесь, наверное, можно вспомнить и случай атаки пограничных кораблей ФСБ России на украинские катера, когда Украина пыталась туда провести свои катера, чтобы усилиться на Азовском море. Давайте об этом поговорим. Какой была политика России по наращиванию мощи в Азовском море перед этим полномасштабным вторжением? Ну, кстати, после того инцидента, когда были атакованы наши катера, малые бронированные артиллерийские катера и захвачены наши моряки в плен, Украина больше не предпринимала попыток морем усилить, но мы перевозили часть катеров, была перевезена сушей на трейлерах и спущена на воду Бердянске. В Бердянске планировалось создание. Ну, мы были только, я бы сказал так, в начале славного пути, потому что решение о создании этой базы было принято, и само создание базы начиналось очень медленно, и мы особо не спешили. Поэтому, кроме малых артиллерийских бронированных катеров, там практически больше ничего и не было. Несколько судей на обеспечение мы перегнали, там буксир, спасательное судно. Все, из таких более-менее большего и тонажности кораблей мы ничего не перегоняли. Все оставалось, все, что мы успели вывезти из Севастополя в 2014 году, все оставалось в основном Одесса, Очаков, на Черноморском побережье Украины. Ну, у нас, скажу так, что мы, в принципе, по флоту, мы успели только принять концепцию. А больше таких практических действий, кроме постройки малых кораблей, мы не предпринимали и не успели сделать до начала войны. Поэтому и было, допустим, решение о том, чтобы и тот же Гетьма с Академией не дальше не притопить. Почему? Потому что понимая, что он один против Черноморской эскадры, ну, это было бы как бы избиение младенца. Поэтому лучше просто не вступать в бой. Вот мы сейчас даже не имея флота, страна, которая не имеет флота, практически, я скажу так, довольно сильно мы потрепали Черноморский флот с учетом ночной флагмана и с учетом, ну, допустим, сегодня залп уже уменьшился, полный залп Черноморской эскадры может составить не более 50 ракет. То есть вот на треть мы уменьшили огневой мощи Черноморского флота России. Но и без флагмана Черноморский флот остался. Да. В целом, вот четыре месяца войны уже прошло, да? В какой конфигурации сейчас существует российский Черноморский флот по сравнению с тем же 24 февраля? Ну, в принципе, кроме вот тех потерь, которые мы нанесли, все, конфигурация осталась в том же порядке. Есть. У них единственное, что до сих пор два больших десантных корабля находятся в ремонте. Один лежит возле пирса в Бердянске, притопленные ими же. Ну, и там еще такой спорный вопрос. Там вроде как один сдетонировал боезапас на одном корабле, а это получается тогда четвертый из поврежденных. Вот. Один они притопили, и два ушли своим ходом и стали в ремонт. До сих пор находятся в ремонте. То есть, допустим, состав больших десантных кораблей уменьшен практически в два раза. Соответственно, десантные возможности уменьшены в два раза. Отсутствие флагмана полностью лишило системы противовоздушной обороны главного зонтика системы ПВО над Черноморской эскадрой. И они уже даже прибегли к таким маневрам, как постановка сухопутных средств ПВО, ближнего радиуса действия, я имею в виду ТОР-2М, постановкой на палубы своих кораблей. А это эффективно? Ну, в принципе, оно не совсем эффективно, но я так понимаю, что на безрыбье и рак рыба. Это говорит о двух вещах. Это говорит о том, что либо система ПВО самих кораблей неисправна, либо она не модернизировалась. Она еще старая советская, и вполне возможно, она очень слабая. Поэтому они пытаются заменить ее вот такими сухопутными средствами. Там есть особенности применения, когда система ПВО стоит не на стабильной платформе, потому что корабль все равно качает в море, и от этого никуда не денешься. И точность этой системы, соответственно, падает. Очень сильно падает. Давайте поговорим подробнее об угрозе высадки десанта на Одесском направлении. Она существовала с самого начала этого вторжения. Сохраняется ли она, учитывая то, что мы сейчас с вами проговорили, сохраняется ли эта угроза на фоне получения Украиной новых вооружений, вдобавок к тем, которые были? Ну, нет, она уже не сохраняется. И я скажу так, что, в принципе, на сегодняшний день вопрос морского десанта можно пока что снять с повестки дня. Почему? Потому что, ну, во-первых, я уже сказал, возможности десантирования уменьшились практически в два раза для России. Это первое. И второе, обратите внимание, еще даже когда не было официального заявления министра обороны Резникова о том, что мы поставили на боевое дежурство противокорабельный комплекс «Гарпунт», как только начались активные разговоры о его постановке, черноморская эскадра ушла из вероятной зоны поражения этого комплекса. То есть они отошли от нашего побережья более чем на 300 километров, на дальность досягаемости этого комплекса. И на сегодняшний день эскадра боится войти вот в эту зону поражения. Смотрите, наглядный пример. Мы уже там которые сутки проводим операцию по ликвидации российского гарнизона на острове Змеиный. За эти там последние трое суток никто из российской эскадры, ни один корабль, ни одно судное обеспечение даже не попыталось пойти на помощь гарнизону Змеиному. Они просто боятся входить в эту зону поражения. Особенно когда мы уничтожили военные объекты, которые они расположили на газодобывающих платформах. Там были радиолокационные станции, дальнюю радую содействию, плюс морские сонары. Это радары, которые слушают глубину. И за счет того, что они находились практически посредине акватории Черного моря между Крымом и побережьем Одесской области, то они работали на 360 градусов, и, соответственно, их зона прослушивания и возможность корректирования огня была довольно большая. Сейчас эскадра не слышит и не видит эту акваторию. Насколько показательно вообще то, что произошло 20 июня, если не ошибаюсь, с этими газодобывающими установками, и то, что происходит перманентно на острове Змеиный, насколько это показывает возможность перелома в этой ситуации на морской арене сражений? Дотягивается ли Украина теперь до целей в Крыму, например? Да, мы можем дотянуться до целей в Крыму. В Крыму, особенно в его северной части, и побережье, северо-западное побережье, мы можем частично контролировать. Я скажу так, что, на мой взгляд, получение новых видов вооружения дало нам паритет. Вот сегодня эта акватория находится под перекрестным огнем. Да, ее может обстреливать Российская Федерация, но ее можем обстреливать и мы, что очень сильно влияет на действия самой эскадры Черноморского флота. И, в принципе, вся акватория на дальности 300 километров находится под нашим огневым контролем. Я считаю, что здесь мы достигли паритета с Черноморским флотом. Пока не преимущество, но паритет. То есть у Севастопольской бухты в этом плане шансов сейчас больше, чем у Керченского моста? Да, Севастопольская бухта действительно может попасть в зону поражения комплекса «Гарпун». И я думаю, что в Генеральном штабе рассматривают этот вопрос. Особенно, на мой взгляд, было бы эффективно применить, нанести удар в момент загрузки ракет «Калибр». После очередных залпов они же заходят загружаться. Кстати, подводные лодки, видимо, не готовы сегодня использовать грот в Инкерманской бухте. Они их грузят в надводном состоянии у открытого пирса. И вот этот момент, на мой взгляд, самый идеальный для нанесения удара по кораблям Черноморского флота. И тем самым, опять же, уменьшение возможностей флота по нанесению ракетного удара по территории Украины. Давайте поговорим еще о том, что происходит на сухопутном участке фронта. Потому что невозможно говорить о морской арене сражений, не принимая во внимание процессы на суше. Что происходит на Херсонском направлении фронта? Насколько успешно контрнаступление вооруженных сил Украины? Ну, давайте подправимся немного. Это не контрнаступление, это контрнаступательные действия. То, что они имеют такой успех, в принципе, я думаю, что это, в первую очередь, конечно же, заслуга вооруженных сил Украины. Но еще это говорит о морально-психологическом состоянии российских войск. То есть захватывать, мародерить, грабить, убивать они готовы. А умирать за украинских Херсон они не готовы на сегодняшний день. Да, действительно, наши контрнаступательные действия имеют успех. На сегодняшний день мы находимся где-то в 15-17 километрах от города Херсон. Как будет дальше развиваться вот эти контрнаступательные действия? Ну, посмотрим. Пока генштаб попросил подождать, наш генштаб попросил подождать, чтобы они пришли к какому-то промежуточному результату, который они смогут нам объявить. Но продвижение есть. В украинском политикуме снова становится популярной фраза, которая еще в 2014 появилась, что в Крыму это все началось. Крымом должно и закончиться. Давайте об этом поговорим. Тем более, что говорят уже и украинские политики о том, что освобождение Крыма возможно не только дипломатическим, но уже и военный путь возможен. Давайте поговорим об этом. Какими могут быть этапы этого освобождения? И может ли быть Крым освобожден ранее других захваченных регионов Украины? Да, может. Если будет успешное продвижение наших войск вдоль побережья, то тогда мы можем сразу же заходить в Крым, не дожидаясь, допустим, подхода наших войск до границы с Ростовской областью. И тогда, да, есть возможность часть сил и средств направить в Крым. Тем более, что там на сегодняшний день, в принципе, количество войск не настолько большое, как оно было до начала вторжения. Все войска находятся на юге Украины. Они используют Крым как транзит и как ремонтную базу, и как базу для перевалки боеприпасов и снабжений южной группировки российских войск. Какой для этого необходим у Украины ресурс? Хватит ли того вооружения, которое имеется сейчас? Если не хватает, то какие объемы нужны? Ну, скажу так, что, конечно же, того, что есть сейчас, не хватает. И пока что из-за этого мы не ведем сейчас активных обсуждений контрнаступления вооруженных сил Украины. Ресурс необходим такой, чтобы мы могли сформировать достаточную группировку. То есть ресурс должен быть исчисляться сотнями единиц каждого вида вооружения. Я имею в виду танки, артиллерия, боевые бронированные машины, вот это все. Когда оно будет исчисляться несколькими сотнями, тогда да, тогда мы можем говорить о том, что мы будем формировать новую группировку войск, которая будет уже проводить контрнаступательную операцию. Спасибо вам за беседу. Я напомню, что говорили мы с Олегом Ждановым, украинским военным экспертом. Это радио Крымреалия. Меня зовут Сергей Макрушин. Я напомню, что мы продолжаем работать для вас. Если у вас остались вопросы, если вы хотите предложить нам какие-то материалы или темы для обсуждения, пишите, звоните нам. Все контакты есть на сайте Крымреалия. Крымреалия, там же есть форма обратной связи, через которую вы можете связаться с нами. Всего доброго.